В какой причине мы здесь сегодня собрались? Знаешь? Да, знаю. Что ты нарушил? Делал бесправ. Всё чаще на комиссии по делам несовершеннолетних рассматриваются дела, связанные с управлением мототранспортом бесправ. Студент одного из колледжей города купил питбайк втайне от взрослых и хранил его у друга. Задержан был в соседнем населённом пункте. В 20 часов, в 09 минут, 23 августа, на третьем километре автодороги Никола-Берёзовка и патрон Краснокамского района был задержан несовершеннолетний. Тебя задержали? Никакого ДТП не совершал ты? Нет. Для ещё одного нарушителя это уже не первая комиссия по делам несовершеннолетних. Ранее он уже привлекался к ответственности, также за управление мотоциклом бесправ. Рассказывай, на чём ты ездил? Взял сам. Дедушка, мой дедушка, мой дедушка, нашел башни, решил заправиться и там нет. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывает, что управление питбайками, подростками бесправ несёт угрозу как их жизни и здоровью, так и другим участникам дорожного движения. Вы юный участник дорожного движения. Вы пока не знаете элементарных правил дорожного движения. Понимаете? Вот последний случай в правом зоне у нас в Нефтекамске был. Решил обогнать с правой стороны по обочине. Водитель не среагировал за рулём. Повернул он направо, врезался. Улетел подросток, ладно, перелом ключицы, да? Могло быть и тяжёлый, там, улететь, сломать шею и позвоночник, то есть инвалидом на всю жизнь, да? Вы же не знаете элементарных правил дорожного движения, как управлять. А на мопеде, на питбайке нет элементарных поворотников, нету, да? Освещения нет, габаритов нет, там вообще ничего нет. То есть запрещено на данном виде транспорта управлять. Только специально отведённое место у нас, Ташкеново, да? Куда надо перевозить, если ты любитель, спортсмен, кататься на этом виде транспорта. Ещё один несовершеннолетний студент одного из колледжей города был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения. Передвигаясь на самокате, он врезался в автомобиль. Машину врезался. Ещё и в машину врезался. А ты за рулём, что ли, был? Не знаю. На самокате, да? Ещё и пьяный, да? Да? Да. Так как несовершеннолетние ещё не имеют своего дохода, выплачивать назначенные штрафы будут родители, а подростков поставят на профилактический учёт в полицию. А то, как быстро они смогут доказать, что осознали свою вину и исправились, зависит уже от них самих. Полина Сюткина, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».